я снова вас приветствую друзья на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня мы пройдем такую тему и мы нашего видео урока вернее будет называться резьба и инструменты для нарезания резьбы тема такая но несложная интересная итак резьба ну знаете многие еще скажут а да что ты рассказываешь про весь будут уже и так все понятно но мы коротенько коснемся потому что разные люди смотрят мой канал и кто-то может быть и не знает что определение резьбы это чередующийся выступы и впадины на поверхности тела вращения расположены по винтовой линии то есть у этого города по синусоиде такой типа ну если мы сойдем в общем впадины и выступы нарезание витков проводится механические путем при применении специального оборудования при снятии металла образуются канавки и витки которые идеально сочетаются с поверхностью второго элемента но идеально это конечно для идеального случая на производственность не бывает идеальных поэтому до сочетаются до порой даже и неплохо но это с учетом если резьба хорошей степени точности и применяемые инструменты для нарезания резьбы и технологии можно условно разделить на две категории ручные и автоматизированные естественно ручные это которые с помощью ручного привода то есть человек берет и режет резьбу далее мы посмотрим каким инструментом автоматизировано это уже с помощью оборудования при использовании ручных инструментов при резьбонарезание нужно использовать смазку она существенно продлевая срок службы приспособлений упрощает сам процесс резьба нарезания приспособлений и инструмента ну конечно сказать что при ручных надо использовать смазку это слишком грубо потому что смазочная охлаждающую жидкость или сошках проще и у нее говорят использовать лучше при каждом нарезании резьбы это существенно увеличивает срок эксплуатации инструменты позволяют увеличить режимы резания до так сказать максимально приемлемых на использовом инструменте а теперь четко и по делу токарный резьбовой резец вообще вам скажу так что вот эта классика да из то чего как говорится все начиналось а история токарно вернее токарный резьбовой жизни да на производствах это такие вот были токарные резцы позже их сменили резцы с неперетачиваемыми многогранными пластинами может быть три грани есть пять грани сейчас они односторонние двухсторонние различный модуль варьируется где-то подок определенный модуль где-то более универсальные и так далее сам процесс нарезания резьбы он стар как мир на токарном станке то есть как вы видите заготовка зажимается в патроне есть токарный винторезный где существует винт для именно нарезания резьбы куда устанавливается резец и собственно говоря при определенной подачи за несколько проходов режется резьба на необходимую нам длину при использовании токарно-винторезного оборудования для нарезания резьбы следует подобрать наиболее подходящий резец производители выпускают специальные варианты исполнения лесов для нарезки резьбы которая характеризуется своими определенными особенностями да конечно для внутренней резьбы свои листы для наружной твои но в купе все это объединяет их что это все-таки резцы для токарной обработки едем дальше не для токарной извиняюсь обработки а для нарезания резьбы кстати вы лайк не забыли поставить на это видео то вдруг забыли тогда обязательно поставьте так мечики и плашки но мечики вот недавно предыдущем мить видео мы с вами двух видео мы с вами рассматривали еще может быть вернемся к мечикам если какая-то всплывет более такая тема нужная нам мечики собственно игры процесс мы тоже рассматривали это такой вот инструмент режущие сверлится предварительно отверстие позже после чего туда ворачивается мечик совершая резание и нарезание резьбу если это ручные мечики то естественно не бывают допустим черновые получистовые чистовые бывают даже пять мечиков как мой один подписчик написал то есть настолько распределяется припуск до окончательных размеров резьбы которые машинные мечики которые обработают на станках они уже конечно режут за один проход преимущественно и плашки мечики и плашки плашка еще ласково на производстве называют ее лерка то есть вот это вот плашка она в основном подходит для ручной либо ручного способа нарезания резьбы ну хотя и различные комбинации этого инструмента в специальных приспособления позволяют использовать его также и на в автоматизированных процессах на металлообрабатывающих станках но в основном конечно наверно 80 процентов используется для ручных операций нарезания резьбы на цилиндрах уже шаг может быть разный диаметр разный так далее мы не будем особо останавливаться едем дальше кстати чуть не забыл ребята у меня появилось свое сообщество инженеров в котором мы будем рассматривать различные темы которые я не могу просто выложить порой на youtube и это не позволяет порой авторские права читай как мне авторские как их назвать ну в общем не могу просто выкладывает на youtube буду выкладывать а также буду вас консультировать можете мне там присылать какие-то чертежи технологические процессы я буду смотреть и давать вам советы о дальнейшей работе или учебе поехали дальше так круглые резьбовые гребенки круглые эти гребенки как вы видите вот это у них режущая часть ами заходные за за подная часть как увидите она такого меньшего до размера и потом уже идет рассказать черновая калибрующая часть зубцов навлится на такое приспособление зажимается на токарном станке в резцедержатель и как вы видите здесь вот болтами крепит болтом крепится специальным таким видите шлицевым соединением чтобы избежать проворота ну соответственно идет подача и нарезание как вы видите здесь резьбы такие гребенки могут быть стержневые а также призматические то есть вот так вот вы выглядите стержневая собственно название и родилась от того что она как стержень видите одноцельное призматическое видите что есть она на таких салатках крепится в державку собственно говоря процесс не сильно отличается от круглые гребенки потому что в принципе если смотреть сверху на этот инструмент то они чем-то не похожи даже не чем-то они в принципе идентичны тоже устанавливается в листодержатель либо это цельная сторожневая либо призматическая кожа подача вращения заготовки определенной подачей которые позволяют нам получить определенные шага резьбы шаг извиняюсь резьбы определенное качество резьбы за несколько проходов и так далее потому что шаг мы можем резьбы уже регулировать допустим токарном станке если будем точить резцом помощью оборотов и подачи так клуб и резьбовые головки вот такой клуб клуб это вот такой вот такое вот приспособление которое в принципе видите здесь такие вот гребенки установлены в определенных позициях это предназначено для нарезания резьбы на каких-то элементах примеру трубы которые где-то вот просто в каком-то конструкции крупной до выступает где-то нужно резьбу нарезы так сказать местно то есть нету возможности снять этот элемент и его допустим поставить станок и калибрануть резьбу или ее заново нарезать когда используется такой клуб ну а почему клуб вот смотрите есть еще такое резьба нарезные головки это в принципе это все что мы с вами рассматривали ранее да то есть мы рассматривали допустим с вами гребенки различных модификаций которые как вы видите могут устанавливаться в один корпус несколько гребенок с определенным смещением устанавливается в один корпус вот так он выглядит и это позволяет весь этот корпус ставится примеру в токарный станок заднюю бабку когда вы его поставили здесь ставится заготовка и задняя бабка подводится и происходит моментально ребята практически моментальное нарезание резьбы такие резьбы нарезные головки используются в основном в условиях крупно-серийного даже может быть и серийного и массового в основном производства где необходимо производить к примеру какие-то болты которые штифты которые требуется очень большое количество и требуется быстро и качественно на них нарезать резьбу ну на этом все ребята я с вами прощаюсь смотрите мои видео подписывайтесь на канал если вы не подписались и не забудьте поставить лайк или дизлайк если вам не понравилось пока пока жду вас сообществе инженеров